Приветствую вас с Еленом, мне честно говоря, вы такие как и коллеги Марины Куликовой не совсем понятно, вы к кому обращаетесь, какого типа ваш вопрос, потому что очень сильно похож на юридический вопрос, вот. Не психологический, и уж точно вы просите совета, но решение на своей жизни можете принять только вы, я считаю, что это справедливо вполне, вот, поэтому я отношился к вам в частности и к людям вообще с большим уважением, считаю, что абсолютно все, даже те, у кого есть некие предпосылки к тому, что они не могут принимать решения, я считаю, что они тоже могут и должны принимать решения за свою жизнь, вот. А потом же иметь дело с последствиями, самое главное, чтобы эти последствия были не летальные, не трагичные, не криминальные, но только так можно научиться жить, поэтому я считаю, что вам нужно самостоятельно принимать решения, вот. А мы можем помочь вам разобраться в том, что вы чувствуете. Во-первых, во-первых, у вас есть сомнения, и если они есть, если есть сомнения, то сто процентов, сто процентов, это внутренняя борьба у вас, ну, вот. Ваша внутренняя борьба, само собой. Соответственно, нужно рассмотреть, что с чем бороться, да? Нужно рассмотреть в чем и по какой причине вы сомневаетесь, и дальше уже будет видно, как поступать. Потому что сомнения, вот из чего, как вообще работают сомнения. На одной части весов есть что-то важное, на другой части весов есть что-то важное, но человек, например, говорит так. Вот моя позиция, например, делать шаги навстречу мужу, сохранять брак, ну, пытаться сохранять брак, да, скажем. Это моя позиция. А позиция сестры, например, это наоборот, что, значит, ну, что брак не нужен. Что, как бы, легко можно обойтись, там, без мужа, если, ну, его совсем. И тонкость здесь заключается, как мне кажется, в том, что вы хотите взять либо только свою позицию, то есть, вот, то есть, вот есть только моя позиция, и всё. И она, типа, эта позиция, вот, должна быть, грубо говоря, принята целиком. Есть позиция сестры, которая тоже, в случае, в случае принятия должна быть принята целиком. Но так не бывает. Вы слишком разные люди, чтобы принимать позицию целиком. Вы слишком разные люди. Знаете, какая штука. Поэтому, эээ, задача в том, чтобы, в позиции сестры, ээ, взять, для себя, то, что вам, может быть, эээ, нравится. То, что вам, может быть, эээ, как-то по душе, и всё, собственно, собственно, это было бы идеально для вас, это было бы идеально. Потому что, я уверен, что, и вы, и, ваша, эээ, сестра, она, эээ, каждая из вас, в чём-то право. Но, только, эээ, вы не умеете, как мне кажется, обращаться с этим. Из-за того, что, если есть позиция, то позиция нужна целиком принять. А целиком позицию принять мы не можем, это невозможно сделать, это невозможно сделать, в принципе, вот. Ну, невозможно, невозможно, понимаете. Ээээ, невозможно принять в всю позицию, ээээ, в всю позицию целиком. Это нереально. Так сделать, понимаете. Причём, сука. Вот. Ну, эээ, просто невозможно так, так сделать. Ну, вот. А вы, как мне кажется, это испытаетесь. Вот. И у вас, ну, естественно, не выходят. Потому что, ну, потому что, задача непомерна для вас задача, как мне кажется. Я могу ошибаться, я могу ошибаться, правда, я могу ошибаться, но задача, как мне кажется, для вас непомерна. Я на тяжелую очередь. Вот. И вы пытаетесь, ну, вроде, вроде как, ээээ, какое-то решение принять, пытаетесь выбор сделать, ээээ, слишком сложный выбор сделать. Вот. И я вас понимаю, кстати говоря, но это не значит, что, понимая вас, я, ну, грубо говоря, поддерживаю вас. То есть, я не могу, ээээ, в данном случае, сказать, что вы, вот, ээээ, сто процентов находитесь, ээээ, вот, ну, там, где, вот, эээээ, где вы должны быть. Вот, я не могу так сказать, к сожалению. Потому что, ээээ, это было бы неправильно, по отношению к вам. Вот. А, дальше. Значит, следующий, следующий, ээээ, момент. Ээээ, я не очень понимаю, почему, почему, откуда у вас, ээээ, сомнения по поводу того, что муж, эээээ, не будет помогать вам, ээээ, с ребенком. Вообще, он, ээээ, по закону обязан это делать, и вы можете, ээээ, взыскать, взыскать с него эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Но какая разница, что он не платит так, что он не платит сейчас, что он не будет платить, а платить тогда. То есть, как бы, какая разница, не платит сейчас, он не будет платить тогда, у него, как вы говорите, нет мотивации там, условно говоря, у него нет мотивации сейчас чем-то заниматься, вот, у него такая мотивация отсутствует, и что должно измениться, по вашему мнению, на что вы надеетесь здесь, не очень понятно. Вот, следующее, следующее, на что я хотел бы обратить ваше внимание. Значит, вы пишете, мы с 35, нигде не работают, я тоже сожалею, мы стали друг от друга. Ну вот, конечно, мне бы очень хотелось немножко поподробнее, вот этот вот момент, что значит устали друг от друга. Люди устают друг от друга, когда есть, ну, есть ряд припосылок для этого, в частности, припосылками может пострадать, ну, то, что у людей нет общего ничего, люди не понимают, что они не переключаются, то есть у людей нет своих увлечений и так далее, и не простроены личные границы. То есть человек, по сути, своим вот поведением, хочет не хочет, то, по сути, постоянно нарушает эти самые границы лично. И это, конечно, не может не беспокоить, это правда, это правда, да, это действительно так, действительно так. Но, опять же, это можно при желании, это можно скорректировать, если есть у вас такое желание, если есть у вас такая вот желание. Понимаете? Если у вас, ну, такое желание, если у вас, ну, такое желание, что-то делать, что-то делать, вот, а вот с этим. Дальше. Потом он ничего не делает, думаю, не видит перспективное будущее, своих перспектив. Хочу развестись, но у меня родители остались две квартиры в центре города, где мы сделали ремонт. Так, а почему, почему вы хотите развестись? То есть, вы хотите развестись из-за того, что у мужа нет перспектив, получается, а какие у вас к нему чувства тогда изначально были? То есть, у вас чувства, например, привязаны к его перспективе, получается, или как? Я просто, вот, понять хочу этот момент, вот. Пока что, я вот, к сожалению, ну, не очень понимаю это, то, что вы, ну, то, что вы пишете, я пока не очень понимаю. Точнее, я не уверен в том, что правильно понял суть того, что вы написали, а мне бы хотелось всё-таки понять это правильно, чтобы я был уверен, что я понял правильно. Дальше. Так, значит, теперь будет продать одну квартиру или ввели деньги отдать ему те, которые подрастут на ремонт. Это справедливо. Думаю, а вы мне стресс сильно против? Город погоняет и не сожалеет. Как думаете? При чём здесь сестра? Деньги действительно больше в обращательный ремонт, но в будущем, понимаете, будет помогать в обращении сына, сын останется со мной. Но это никак не связано. Собственно, я вам вот именно в контексте, да, именно в контексте, я постарался вам ответить. То есть, ну, мне кажется, что основная здесь трудность всё-таки вот в том, что у вас есть притворище, вы не очень понимаете, что это такое. То есть, что это за притворище, с чем они вообще связаны. Вот. И не очень, может быть, вы понимаете свои чувства, к мужу, вот, потому что, ну, условно говоря, чувства к мужу, они у вас похожи. Вот. Я не говорю, что это прям сто процентов так, но похоже, что ваше чувство к мужу, они в какой-то степени условно. Это условные чувства к мужу у вас. Я не говорю, что это сто процентов плохо, пожалуй. Я просто хочу, чтобы вы вот увидели этот момент, чтобы вы обратили на него внимание, что, ну, что, что вы к мужу чувствуете своему. Понимаете? И как-то вот вообще из этого старались, старались исходить. Вот. А решение, ну, я имею в виду, вот, то, что вам делать, да, это, ну, мне кажется, решение вы можете и должны вы принимать. Решение относительно того, как поступать. Это, мне кажется, более чем справедливо здесь. Решение никто не вправе принимать за вас. Вот. Как я уже, в принципе, сказал. Вот. Такой ответ, в принципе, я мог бы вам дать. Моя ответ, что мой ответ вам полезен был. Я надеюсь, что вы для себя извлечите пользу Я надеюсь, что вы дадите какую-то обратную связь в ответ, что может стать началом успешной терапии, успешной психотерапии, успешной для вас в первую очередь. И, возможно, это даст вам возможность гармонизировать брак. То есть, вполне может быть, что вы сможете спасти свой брак. Вот, если, конечно, вам хочется гармонизировать его. Замотивировать своего мужа. Ну, в хорошем смысле слова, да? То есть, как бы, не так вот, чтобы, знаете, что... Чтобы просто взяли его там и стали там подгонять. Нет. А именно, в хорошем смысле слова. В хорошем смысле слова. Но, повторюсь, повторюсь, здесь крайне важно является то, что хотите вы. Возможности для вас разрешить свои противоречия. Вот. То есть, мне кажется, что до тех пор, пока у вас противоречия будут, ну, до тех пор, пока они у вас будут иметь место быть, вам будет сложно принять какое-либо решение по текущей ситуации. Потому что, всегда, всегда вас, ну, вот, в какой-то степени будет отвлекать противоречия. И вы не сможете полноценно ответить себе, ну, хорошо, а чего я отхожу? Что мне-то нужно вообще? Мне-то самой, да. Что нужно? Удачи вам! Всего самого доброго!